Два знаковых события последних дней в Украине. Утонула Москва и поймали Медведчука. Об этом сейчас поговорим подробнее. Меня зовут Евгений Киселев и вы смотрите мой обновленный, теперь уже одноименный YouTube канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите вон там внизу кадра на изображение колокольчика, чтобы вам приходили извещения, уведомления о новых видео, которые я буду выкладывать на этом канале. Ну а сейчас поподробнее поговорим вот об этих двух очень важных, очень ярких, весьма знаковых событиях. Гибели крейсера Москва флагмана Черноморского флота и об аресте главного российского лоббиста, главного агента влияния Владимира Путина и его личного друга Виктора Медведчука, который с конца февраля находился в бегах. Ну давайте обо всем по порядку. Во-первых, гибель крейсера Москва, на мой взгляд, это плохой знак. Это знак грядущей беды и для российского военно-морского флота, и для всей российской армии, которая сейчас участвует в агрессивной захватнической войне, войне на уничтожение против украинского народа. И, наверное, очень плохой знак для самого Владимира Путина, как, между прочим, и арест его приятеля и кума Виктора Медведчука. Знаете, вот сам этот крейсер, флагман Черноморского флота, был построен в конце 70-х годов, а введен в эксплуатацию в 1982 году. Вот вдумайтесь в это. Без малого 50 лет назад началось строительство, и ровно 40 лет назад он вступил в строй, вступил в эксплуатацию. Брежнев был еще жив. Но это примерно то же самое, как если бы флагман советского флота во время Великой Отечественной войны был 40-50 летней давности броненосец Потенкин, да? Или какой-нибудь крейсер Аврора. Ну, бред, да? Это просто воплощение технической, технологической отсталости современной российской армии. Вот ее метафора. Представляете, за 40 лет ничего больше не создали, не построили. И на самом деле, так оно и есть. Практически все виды вооружения, самолеты, ракеты, комплексы ПВО и так далее и тому подобное, все вооружение, которое есть у российской армии, это все модели 70-х, 80-х, ну, в самом лучшем случае начала 90-х годов, которые доработаны, переработаны, но ничего нового. Деньги все разворовали, господа. И я искренне верю в сообщение о том, что сейчас, когда российская армия, вторгнувшись в Украину, попытавшись за три дня захватить Киев, потерпела в этом смысле там полное поражение, сейчас десятки каких-то высокопоставленных военных, генералов арестованы и сидят в Лефортово, потому что выяснилось, что они все украли, если не сказать, скоммуниздили. Ну, понимаете, какое на самом деле слово я хотел употребить. Вот метафора нынешнего состояния российской армии, это ее оружие, которое на самом деле является всего лишь навсего чуточку доработанным, переработанным, повторяю, косметически подкрашенным, закрашенным оружием советских вооруженных сил. Вот деградировавшая советская армия, вооруженная до зубов, в общем-то давно устаревшим оружием, которое, ну, есть какие-то там, может быть, отдельные современные образцы, но украинские военные говорят, что, господи боже мой, мы поражаемся тому, как они, эти русские орки, плохо этим оружием пользуются, как они вообще толком не умеют пользоваться своими танками, своими установками для радиоэлектронной борьбы и прочее, и прочее, и прочее. Вот эта вот армия, разложившаяся, превратившаяся в Орду, укомплектованная отбросами общества, которые грабят, убивают, насилуют, гадят, я не оговорился, вот гадят, вот все люди, которые сейчас возвращаются в освобожденные северные пригороды Киева, вот туда, в Бучу, в Ворзель, в Рпень, в другие города-спутники украинской столицы, они все хором поражаются тому, как же все изгажено и обгажено, вот. В их брошенных квартирах стояли на постое русские освободители, русские деноцификаторы, и вот эти деноцификаторы почему-то везде гадили, испражнялись, все там в следах от их фекалий, вот такая сейчас, господа, российская армия, и вот этот вот крейсер Москва, ушедший на дно в результате попаданий то ли одной, то ли двух, точно неизвестно, новейших украинских крылатых ракет, которые предназначены как раз для уничтожения надводных целей, и являются ракетами, крылатыми ракетами мобильного берегового базирования. Официальное русское командование отрицает, они говорят, что, мол, просто на корабле произошел пожар, а потом сдетонировал боезапас, ну да, конечно, сдетонировал боезапас. Это история про то, как корейский Боинг пассажирский в 1982 году покачал крыльями, не послушался советского самолета-перехватчика, который пытался заставить его сесть на ближайший аэродром и улетел куда-то там в сторону моря. На самом деле, впоследствии выяснилось, что самолет действительно не реагировал на сигналы, но в результате был сбит вместе со своими пассажирами. Это история про фейки. Всякий раз, когда где-нибудь облажаются советские, русские военные, сразу начинают рассказывать про интриги Запада, про преступления коллаборационистов, про фашистов, нацистов, империалистов, начиная с истории про расстрелы поляков в Катыне, когда были обнаружены массовые захоронения поляков в лесу под Катынью, сразу же советская пропаганда закричала, это немцы убивали военно-пленных. Потом выяснилось, что это польских военно-пленных расстреливали, по сути дела, без суда и следствия, КГБшники, тогда еще НКВДшники. И все преступления, которые совершала советская власть, а потом и российская власть, они всегда списывались на противоположную сторону. Вы только запомните, что если в это вы будете сами, это я обращаюсь к тем, кто смотрит меня в России, если вы сами будете продолжать в это верить, это вам аугнется. Вас как соучастников могут потом привлечь, как подельников. И прощения вам не будет долгие-долгие годы. Поэтому лучше перестаньте в это верить, как можно скорее. Вот понимаете, вот этот вопрос слепой веры, он совершенно удивительный. Вот Путин свято верил, слепо верил в то, что возьмет Киев за три дня. В то, что военная так называемая спецоперация окажется легкой веселой прогулкой. А вот смотрите, уже сейчас 20 тысяч практически погибших. Больше на 5 тысяч, чем в свое время Советский Союз за 9 с лишним лет войны потерял в Афганистане. И в результате всего произошедшего, я уже об этом говорил, Путин уже потерпел крах политический, потому что хотел войти в историю как человек, вернувший империи Украину, поставивший Украину на колени, завоевавший, подчинивший ее, а войдет в историю как банальный военный преступник. И это уже никаким ластиком из истории не сотрешь. Но ведь верил, да? И вот точно так же Путин верил в то, что в России, что у России, простите, есть надежный человек в Украине. Вот зовут его Виктор Медведчук. И верил Медведчуку, и вообще верил в то, что в России, простите, и верил он в то, что у России, в Украине есть мощные позиции, что в Украине существуют сильные пророссийские настроения и сильные политические силы, которые хотят, чтобы Украина опять стала союзницей и, по сути дела, частью России. Вот Путин слушал Медведчука, который ему все это рассказывал. И вот точно так же, как он верил в победу над Украиной за три дня, вот точно так же он верил, что Медведчук ему рассказывает правду. Его друг, партнер, кум. Ну, здесь надо все-таки по порядку рассказать, что такое Медведчук и кто такой Медведчук, потому что в Украине-то все знают, кто это такой. А для моих зрителей в России или в третьих странах, простительно, подробности его биографии не знаете. Так, рассказываю. Родился Медведчук в России, между прочим. И не просто в России, а в поселочке со странным названием «Привет». «Привет» в Абаканском районе Краснодарского края, далеком-далеком месте на карте Российской Федерации. Было это, повторяю, в 1954 году. И родился он в этой тьму-таракане, потому что отец его там отбывал ссылку. Дело в том, что отец его в 1944 году, когда освобождали Украину от гитлеровских оккупантов, был арестован органами СМЕРШ советской контрразведки, обвинен во всех смертных грехах, осужден за коллаборационизм к восьми годам тюремного заключения, и потом ему еще добавили сверху четыре года ссылки. На самом деле, я не уверен в том, что он действительно был коллаборационистом, просто был инвалидом, не подлежал призыву в армию. Пришли немцы, очень многие люди вынуждены были как-то под немцами существовать, где-то работать. Вот он вроде бы работал в какой-то деревенской, сельской управе на Житомирщине писарем, ну, достаточно было быть писарем при немцам, чтобы получить на весь остаток жизни клеймо изменника Родины, предателя коллаборациониста. И это, конечно, Медведчуку тоже аукнулось, потому что когда уже отца в 50-е годы освободили, была хрущевская оттепель, они вернулись куда-то под Киев, там поселились, по-моему, в Астовском районе, и когда Медведчук захотел, окончив школу, поступить в высшую школу милиции, его не приняли, сказали, с такой анкетой, с такой биографией нет, милиционера ты не годишься. Но, тем не менее, на следующий год, в 72-м, если я не ошибаюсь, приняли-таки Медведчука на юрфак Киевского государственного университета. И надо сказать, что в этом есть нечто странное, в этом обстоятельстве, потому что я сам в начале 70-х поступал тоже в университет, правда, в московский, и четко помню, что тогда поступить на юрфак было не так-то просто. Требовалась специальная там характеристика за подписью треугольника, там секретаря партийной организации, секретаря комсомольской организации, руководителя предприятия или института, или школы даже, вот где ты учился. То есть, если ты из школы прямо поступал, то нужно было характеристику за подписью директора школы, секретаря партийной организации, секретаря комсомольской организации, и все это заверенное там в райкоме комсомолу. Вот примерно как-то так было. А на юрфак вообще полагалось поступать, имея за плечами два года службы в армии или два года рабочего стажа. Почему? Потому что считалось, что выпускники юрфака идут потом на особую ответственную работу в суды, в прокуратуру, в адвокатуру, ну и, между прочим, в правоохранительные органы, включая КГБ. Вспомните Владимира Владимировича Путина, который в КГБ попал, окончив юридический факультет Ленинградского, правда, университета. Ну, в общем, каким-то образом, несмотря на жирное пятно, на подпорченную анкету, Медведчук-младший все-таки стал студентом юрфака, однако потом у него еще одна неприятность случилась. Там была какая-то драка с поножовщиной, пострадал какой-то несовершеннолетний парень. В общем, Медведчуку и его двум подельникам дали два года тюрьмы. Но очень быстро, как-то вот вдруг, это дело было пересмотрено, аннулировано, приговор был отменен, и Медведчука отпустили на все четыре стороны и дали ему спокойно доучиться в университете и получить диплом юриста. Что там такое произошло? Понять трудно, но некоторые обстоятельства дальнейшей биографии будущего путинского кума дают некие косвенные объяснения случившемуся. Медведчук стал работать адвокатом и несколько раз на довольно громких по тем временам процессах защищал украинских диссидентов. В частности, знаменитого поэта Василия Стуса. И он был так называемым назначенным адвокатом, которого назначали. И, как правило, эти назначенные адвокаты были не агентами КГБ, но, во всяком случае, людьми, которые в КГБ были на особым счету. Так сказать, доверенными лицами комитету государственной безопасности приходились и часто выступали на этих процессах хуже, чем прокуроры. Таких процессов у Медведчука было несколько. Он, кстати, впоследствии боролся против того, чтобы эти статьи, эти книги о его былых художествах публиковались. Но ничего из этого в итоге не вышло. Правда об этих, скажем так, неблаговидных его деяниях в далеком прошлом стала достоянием общественности. Но, впрочем, в 90-е это ему не помешало. Потому что к 90-м годам он уже был весьма успешным адвокатом. Он, больше того, был председателем Украинской ассоциации адвокатов и, по-моему, одним из руководителей ассоциации или общества адвокатов Советского Союза. Потом пошел в бизнес и очень быстро разбогател. Во всяком случае, входил в так называемую «Киевскую семерку» в число первых семи очень богатых украинских бизнесменов, которые, помимо всего прочего, считались весьма близкими к верховным украинским властям, близкими к первому президенту Украины, Кравчуку, и к сменившему ему на посту главы государства Леониду Кучме. И Леонид Кравчук, и Леонид Кучма, как утверждается, покровительствовали членам этой самой «семерки», в том числе и Медведчуку, который потом пошел в политику, очень быстро стал вице-спикером Украинского парламента Верховной Рады, потом первым вице-спикером, а потом в конце 2002 года возглавил администрацию президента Кучмы. И вот буквально через год после этого, в конце 2003 года, когда в Москве готовились к новому, второму сроку Владимира Путина, тогда как раз сменилась и в Москве кремлевская президентская администрация, во главе ее появился Дмитрий Медведев, и поскольку они были визави, с одной стороны, Медведчук, глава администрации украинского президента, с другой стороны, Медведев, глава администрации Путина, и к тому же, Медведев курировал «Газпром», он был тогда председателем Совета директоров «Газпрома», а Медведчук курировал газовую отрасль в Украине, так сказать, осуществлял политический надзор над этой отраслью, политическое руководство, вот они, что называется, по этим двум каналам стали друг с другом дружить и сотрудничать. И очень быстро, как гласит людская молва, Медведев пришел к Путину и сказал, что «Владим Владимирович, такой классный мужик там есть в Киеве, вам надо с ним познакомиться». И в итоге Путин с Медведчуком познакомился и, видимо, полюбил его. Уж за что, не знаю. Я, кстати, единожды в своей жизни встречался с Виктором Медведчуком. Он производил впечатление человека чрезвычайно самоуверенного, энергичного. Говорят, что он был очень неплохим менеджером, который умел делегировать полномочия своим подчиненным, умел подчиненных организовать и умел с них потом спрашивать за результаты работы. Но, так это или нет, советчиком Путину он оказался чрезвычайно плохим, потому что в свое время, в 2004 году, он убедил Путина в том, что нужно поддержать Януковича. Тогда вот были эти знаменитые президентские выборы 2004 года, когда в президенты, с одной стороны, шел пророссийский политик Виктор Янукович, а с другой стороны, политик прозападного направления, либерального направления, лидер оппозиции Виктор Ющенко. И вот тогда Медведчук убедил Путина всеми силами Януковича поддержать. И зрители мои, которые помоложе, наверное, этого не помнят, а я вам скажу, что это было совершенно из ряда вон выходящее зрелище. В Москве центральные улицы, центральные проспекты были перегорожены огромными баннерами. Украинцы, живущие в России, поддерживают Виктора Януковича. Тогда примерно в одно время шла и предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Буш боролся за переизбрание на второй срок. Джордж Буш младший. И злые языки говорили, ну вот в Москве только не хватает больших таких вот плакатов, баннеров. Американцы, живущие в России, поддерживают Джорджа Буша. Но поддерживали вот Виктора Януковича. И для Путина организовали специально парад военный на Крещатике. Потому что не было какой-то там подходящей даты. Вспомнили, о, есть такая дата. Вот в 44-м году полностью была освобождена территория Украины. Ну, правда, не полностью. Там были какие-то еще отдельные анклавы, куда Красная Армия не пришла освобождать Украину от Гитлера. Но, в целом, можно было сказать, что вот к ноябрю, к концу октября, к началу ноября 1944 года Украина была освобождена от гитлеровцев. Вот в честь 60-летия этого события был устроен военный парад. И Путин был на трибуне вместе с Кучмой, вместе с Медведевым, вместе с Януковичем. Стоял, принимал парад украинских войск. Тех самых, с которыми ему теперь приходится воевать. Ну, конечно, не тех самых. С новым поколением украинской армии ему теперь приходится воевать достаточно бесславным образом. Путин выступал тогда по украинскому телевидению. Ему устроили вот точно такую же прямую линию, как ему устраивают каждый год на российском телевидении. Когда случилось то, что случилось, а именно практически ноздря в ноздрю в первом туре пришли два основных соискателя президентского кресла к финишу, а во втором туре Януковичу набросали фиктивных сфальсифицированных голосов, и он победил. Ну, вот народ вышел на улицы, и начался первый оранжевый Майдан. Но Медведчук сказал Путину, не волнуйтесь, Владимир Владимирович, мы результаты выборов отстоим. И, тем не менее, не отстоял. А Путину пришлось дважды, поверив Медведчуку, пришлось дважды поздравлять Януковича с победой. Сначала полуофициально, потом уже совершенно официально, а в результате под давлением восставшего народа, под давлением буквально миллиона людей, киевлян, которые вышли на улицу, вышли на центральную площадь Киева, на Майдан незалежности, оттуда не уходили. В результате всего этого единственным способом разрешить политический кризис, возникший в стране, стало проведение повторного голосования. Это было решение Верховного суда Украины. Дело там рассматривалось в Верховном суде. Верховный суд постановил повторно провести голосование во втором туре. И в результате победил не Янукович, а победил Иющенко. Это было колоссальное унижение, это было жесточайшее поражение. Наверное, первое серьезное внешнеполитическое поражение Владимира Путина за начало его биографии. Я имею в виду его биографии как президента России. И он это, я думаю, надолго запомнил и не простил вот этой обидой. И поэтому он сейчас развязал войну не просто против Украины, а войну на уничтожение против украинского народа. Вот за ту обиду. Но самое удивительное, что вот на Медведчука он не обиделся. Больше того, он продолжал его холить и лелеять. И даже вот, например, когда президентом стал таки уже в 2010 году Янукович, Путин демонстративно был чрезвычайно холоден все годы, пока Янукович находился у власти. Он был с ним демонстративно холоден и подчеркнуто любезен с Медведчуком. Ну, тому было очень много разных причин. Я сейчас в эти хитросплетения внутренней украинской политики погружаться не хочу, но скажу лишь, что вот, например, в 2012 году отлично помню, как приезжал в Крым, который тогда еще был украинским, до аннексии, приезжал в Крым Путин, и он должен был встретиться с Януковичем в его летней резиденции, но он туда демонстративным образом опоздал на несколько часов, заставил Януковича себя ждать полдня, где-то тусовался вот с этими самыми байкерами, с какими-то там ночными волками во главе там с так называемым хирургом Залдостановым, где-то на полпути с ними затусил, а потом приехал буквально полчаса, очень коротко пообщался с Януковичем, и потом демонстративно поехал на дачу к Медведчуку, в его крымское поместье, и даже специально утекла президентская пресс-служба, анонимным образом, правда, выложила в интернете видеосъемки, такие вот, не из-под тяжка сделанные, а сделанные, тщательно сделанные, что называется, придворным кремлевским оператором, вот как Путин приезжает к Медведчуку, с ним целуется, обнимается, приветствует его жену, потом они там дальше сидят на террасе вот этой самой крымской виллы, и выпивают, закусывают, и потом на следующий год, в тринадцатом году, та же самая история повторилась, Путин приехал буквально там на один день в Киев, на какие-то там торжества, связанные с очередной годовщиной крещения Руси, это всегда в Киеве широко и торжественно отмечается, это тоже в середине лета, и опять-таки, буквально протокольно, минут пятнадцать, двадцать, тридцать пообщался с тогдашним президентом, и опять-таки, поехал к Медведчуку на какую-то там научно-практическую конференцию, которую он в Киеве организовывал, ну, повторяю, отдельная история, Медведчук был его любимым, знаете, а вот, как говорится, любовь зла, полюбишь козла, ну, я думаю, что он сыграл решающую, ну, или во всяком случае, не последнюю роль в том, что убедил Путина, надо начинать вот эту самую спецоперацию, русские войска будут встречать как освободителей, русские будут встречать цветами, и Киев попадет к вашим ногам, Владимир Владимирович, буквально там за несколько дней, чего не произошло, ну, некоторые сейчас говорят, что Медведчук неспроста оказался в Украине, потому что, на самом деле, когда в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под ареста, а он был обвинен еще до начала, задолго до начала войны, он был обвинен в разных преступлениях, в предательстве, в измене Родины, в том, что он расхищал государственное имущество, я сейчас не комментирую этих обвинений, некоторые из них, я убежден, справедливые, некоторые из них, возможно, облыженные, не в этом дело, дело в том, что посадили его по решению суда под домашний арест, должен был носить браслет, но в итоге каким-то образом браслет он снял, или, может быть, вместе с браслетом, в конце февраля, как раз вот, когда началась война, взял и сбежал, и очень многие люди, когда об этом было объявлено, говорили, что это наверняка была спецоперация российской разведки, которая как-то там, агенты, которые просочились как-то в Киев, и из киевского особняка Медведчука выкрали. Ну, и все считали, что Медведчук давно уже или в России, или где-то за границей, но вот выяснилось, что он не в России и не за границей, что он скрывался где-то на территории Киевской области, и потом якобы его собирались вывести. В этой операции были задействованы какие-то криминальные круги, какие-то коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, представители СБУ, рассказывая о том, что это была за операция, были чрезвычайно лаконичны и малоразговорчивы, они сказали только, что это была многоуровневая, рискованная, молниеносная операция, в результате которой Медведчук был где-то задержан на выезде из Киевской области, его якобы пытались, планировали во всяком случае перебросить на дальний юго-запад страны и вот там вот, где Украина граничит с самопровозглашенным Приднестровьем, на лодочке через Днестр переправить на другую сторону, точнее, простите, через Дунай, потому что вот это Приднестровье, оно же между Дунаем и Днестром находится, так вот, переправить его через Дунай на другую сторону и там бы он уж как-то оказался в безопасности, но не случилось этого, но и с другой стороны некоторые люди справедливо замечают, послушайте, а может он побоялся бежать в Россию, может быть, наконец до Путина дошло, что Медведчук его все эти годы дурил, обманывал и пытался выложить ему в голову совершенно несоответствующие действительности представления, послушайте, ну, ведь не случайно его называют Кумом, вот, это была не просто связь, не просто там дружба, не просто любовь, скажем, в категориях понятных украинцам, в категориях украинской культуры Кум это практически близкий родственник, брат, если ты крестишь чего-то ребенка или какой-то твой знакомый крестит твоего ребенка, вы становитесь фактически близкими родственниками, и вот примерно в представлениях любого украинца нечто подобное произошло в отношениях между Медведчуком и Путиным в 2004, далеком уже 2004 году, когда Владимир Путин крестил в Казанском соборе в ходе пышной церемонии в Питере, дочку Медведчука Дарью, и кстати, там крестной матерью была жена Дмитрия Медведева Светлана, и с тех пор его называют Медведчука путинским кумом, и чего только Путин для него не делал, и прислушивался к нему, и встречался с ним демонстративно, и говорил о том, какой он хороший, умный, влиятельный, и дальновидный, публично за него заступался, это все можно легко поднять из архивов, ну и даже был такой замечательный случай, чтобы материально поддержать Медведчука, его семью, и его политическую партию, сделали так, что компания Оксаны Марченко, жены Медведчука, это такая светская украинская львица бывшая, которая когда-то была популярной ведущей развлекательных передач на украинском телевидении, потом вышла замуж за Медведчука, и стала его другом и партнером, и вот компания, которая принадлежала Оксане Марченко, представьте себе, вот люди в России меня поймут, она на тендере выиграла право на разработку одного из сибирских нефтяных месторождений, знаете, у кого? Усечина, ну точнее не у личного Игоря Ивановича Сечина, а у возглавляемой ей крупнейшей, могущественнейшей российской нефтяной компанией Роснефть. Вот Роснефть проиграла Марченко, ну, сами понимаете, как она проиграла, как это случилось, почему? Проиграла Марченко тендер на разработку достаточно крупного нефтяного месторождения, вот там где-то в далекой Западной Сибири. Вот просто свидетельство того, как пестовал Путин своего главного агента влияния в Украине, которому теперь пришел конец. Вот видели все мы его в наручниках, на фотографии, которая обошла весь интернет, сидит такой всклокоченный, жалкий, с потухшим взором, в глазах у него написано все мне конец, почему-то одеты в маскировочную форму ВСУ без знаков различия, знаете, точно так же, как эти самые пресловутые вежливые зеленые человечки без знаков различия захватили Крым в 2014 году и вторглись в том же 2014 году на Донбасс захватили Донецк и Луганск вот точно так же одет был Медведчук только не такой бравый, как те ребята думаю, не случайное это совпадение ну посмотрю я на своей заметочке может быть чего-то я упустил или не успел сказать да нет вроде все повторяю поймали Медведчука потопили крейсер Москва и это для Путина не к добру знаковые события вот на этом у меня все я с вами прощаюсь вы смотрели очередной очередное видео скажем так на моем новом точнее обновленном теперь уже одноименном ютуб канале подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч слава лав 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 Продолжение следует...